ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шем, возлюбленное, благословенно имя Господа. Дорогая, сегодня мы отмечаем Хануку. Я вспомнил некоторые из наших семейных праздников, особенно когда ты подарила мне барабанную установку. Это было так неожиданно. Я уже играл на бас-гитаре, и вот однажды ты подарила мне установку. Да, ты играл на бас-гитаре, но мне казалось, что это не совсем твое. Я видела его играющим на барабанах, и поэтому я купила ему целую установку и поставила ее в наши гостины, чтобы, войдя в дом, он сразу же их увидел. Я никогда это не забуду. Ты вошел и был немного в шоке, что эти барабаны здесь делают. Я ответила, счастливый Хануке, это твой подарок, потому что ты барабанщик, и ты сразу же переключился на игру с барабанами. И я помню, что тебе очень понравилось. Дорогая, это было прекрасно. Хануке — это любимое время детей, потому что дети любят получать подарки. Родители не евреи дарят своим детям подарки на Рождество, а еврейские родители решили одаривать своих детей все восемь дней Хануки, чтобы они не завидовали. Хануке — это весело. Но сегодня мы узнаем о духовном и историческом значении этого важного и святого дня. Поэтому никуда не уходите, присоединяйтесь к нам, мы говорим о Хануке сегодня. Шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». А в этом выпуске мы сконцентрируемся на празднике под названием Ханука. Многие считают, что Ханука — это чисто еврейский праздник, но Иешуа, Иисус, тоже праздновал Хануку. Сегодня я покажу вам это в Писании. Ханука переводится как «праздник посвящения». Когда я был ребенком, на этот праздник мы пели очень веселую песню, потому что Ханука — это радостное событие. Песня звучит так. Я напою ее вам. «О Ханука! О Ханука! Приди, зажги минору! Давайте веселиться и танцевать хору! Соберемся вокруг стола. Мы будем угощать себя. Сививон для игры, лотке с пищем. А пока мы играем, свечи догорают. По одной на каждый вечер они проливают мягкий свет, напоминая нам о времени в прошлом. По одной на каждый вечер они проливают мягкий свет, чтобы напомнить нам о времени в прошлом. Итак, давайте помолимся. Отец, во имя Иешуа, приди и освяти наши сердца и умы откровением Святого Духа, а также сделай Хануку и ее значения актуальными для каждого из нас. Во имя Иешуа, просим ради Твоей славы, Алла. Аминь и аминь. Итак, во время Хануки мы зажигаем Минору. В Миноре восемь свечей, и одна, а выше всех, называется Шамаш. Мы зажигаем Шамаш, а затем первую ночь зажигаем одну свечу, во вторую ночь вторую свечу, третью ночь третью, и так далее до самого конца. Так мы провозглашаем чудо. Когда израильские солдаты Маковеи освободили храм в Иерусалиме от греко-ассирийцев и заново посвятили его, у них было масло для Минора только на один день. Но история гласит, что масло сверхъестественным образом хватило на целых восемь дней. То есть Ханука — это время чудес. Чудо не только в том, что мы смогли прогнать огромную армию греко-ассирийцев с помощью небольшой группы повстанцев, но в том, что, когда они заново посвятили храм, масло горело целых восемь дней. Хотя должно было гореть всего один день, мы отмечаем то, что сделал Господь во втором веке до нашей эры, зажигая Минору на Хануку. Затем мы ставим Минору на окно. Так мы публично заявляем о том, что Бог совершил великое чудо. Поэтому для нас это не какой-то праздник исторического контекста. Нет. Мы смотрим на то, что было, на то, что есть, и на то, что грядет. Сейчас я буду зажигать Минору. Я зажгу ее всю. Так, будто бы сегодня восьмой день Хануки. Возможно, вы заметили, что практически все в мире двигаются слева направо. Но в иудаизме мы двигаемся справа налево. Я начну со свечи Шамаш. Это свеча-слуга. Мы называем ее именно так. Мы зажигаем ее каждый вечер, чтобы с ее помощью зажечь остальные восемь свечей. А еще я буду петь благословение, которое мы поем каждый вечер, зажигая свечи. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый вечер мы также говорим «Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, совершивший чудо для наших отцов в те дни и в то время». В первый вечер мы говорим «Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, даровавший нам жизнь и сохранивший нас и давший нам дожить до этого времени». Итак, зажженную минору ставят на окно, потому что мы заявляем всему миру о том чуде, которое Бог совершил для еврейского народа в 164 году до нашей эры, когда Он освободил Иерусалим от язычников, и он был заново посвящен Богу. Также на Хануку мы играем с Дрейдлем. На Дрейдль нанесены четыре еврейские буквы. Это «Нун», «Гимель», «Хей» и «Шин». И эти четыре буквы символизируют такие слова, как «Нун» — это «Нес», что означает «чудо». «Гимель» — это символ слова «гадол» или «великий». «Хей» — это символ слова «Ая» или «был». А «шин» — это символ слова «шам» или «там». Так мы провозглашаем «великое чудо произошло там». Почему мы играем с Дрейдлем? В то время, когда греко-ассирийцы угнетали еврейский народ, запрещая им практиковать их религию и даже изучать Тору, евреи решили собраться в небольших помещениях и изучать Тору. Но в это время кто-то постоянно следил за дверью, чтобы внезапно не пришел греко-ассирийский солдат. Если они видели приближающегося солдата, то прятали Тору и доставали лишь верхушку от свитка. Вот что такое Дрейдль. И когда солдат входил в комнату, то он не видел, как евреи изучают Тору, но вместо этого видел, как они играли с небольшой верхней частью. Поэтому Дрейдль напоминает нам о том, как они маскировали свою преданность Писанию и любовь к Богу даже в такое тяжелое время. Ну, а теперь давайте перейдем к Новому Завету. Евангелие от Иоанна, 10 глава. В этой главе мы видим, как сам Иисус праздновал Хануку и даже ходил в храм. Трава сохнет, святые вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Давайте же начнем с 22 стиха. Тут говорится, настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления или посвящения. Ханука — это еврейское слово, обозначающее посвящение или обновление. Почему праздник обновления? Потому что они отмечали обновление и посвящение, посвящение храма прежде всего. Обратите внимание, что на Хануку, время чудес, Иешуа дал понять еврейскому народу, что он — мессия. Итак, давайте же будем читать. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, Машиах или Помазанник, скажи нам прямо». Иисус — не просто спаситель для язычников. Иисус — спаситель всего мира и Мессия Израиля. Они спрашивают, «Скажи нам, ты Мессия?» А Иисус отвечает, «Я вам говорил». То есть, «Я уже говорил вам, что я Мессия». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам». Если мы внимательно изучим Слово Божие, то увидим, что Иисус понимал, что люди, которых спасет Его смертно кресте, это те, кого дал Ему Отец. Иисус сказал, «Я знаю Моих овец. Отец дал их Мне». В Евангелии от Иоанна 17 главе перед уходом на крест Иисус молится, «Отец, молюсь не за мир, а за тех, кого Ты дал Мне». И здесь Он говорит то же самое. Он говорит об овцах, которых дал Ему Отец. 26 стих. «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их». В 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус рассказал нам, что каждый, кто слушает Отца и учится у Отца, приходит к Нему. Поэтому Иисус сказал, «Овцы Мои слышат Мой голос». «Все, кому Отец открывает Себя, приходят к пониманию того, что Иисус и есть Мессия. Он наш избранный Спаситель». У меня есть для вас особенная и очень радостная новость. Сегодня еврейский праздник, который отмечал сам Иисус. Сегодня первый вечер Хануки. Ханука. Она переводится с иврита как «посвящение» или «обновление». в Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 22 стихе мы читаем, «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, или Ханука, и ходил Иисус в храме, в храме». Ханука — это праздник, который отмечал сам Иисус. Если Иисус праздновал Его, то и мы будем праздновать Его. Субтитры создавал DimaTorzok. Ханука. Недавно я читал одну замечательную книгу на основе традиционного иудаизма. В ней столько откровений, потому что на еврейском народе есть помазание. Прекрасная книга, но в самом конце автор пишет, что откровения прекратились, и больше Бог не открывается своим людям. Он лишь вдохновляет их. Но когда мы в отношениях с нашим Хашемом, когда мы в отношениях с Отцом Небесным, через Иисуса и Духа Святого, Бог продолжает открываться нам. Откровения не прекратились. Бог продолжает открывать себя Своим людям. Иисус сказал Петру, «Кем ты меня считаешь?» Федор ответил, «Ты Мессия, Сын Бога Живого». И Иешуа сказал, «Не плоти и кровь открыли это тебе, а Отец мой Небесный. И на этом камне я построю свою церковь». О каком камне идет речь? Камень — это откровение. Отец продолжает открывать людям Иисуса и привлекать их к Своему Сыну. Иисус понимал, что именно так действует Царство Божие, и так действует Его Отец. Поэтому Он и сказал, «Овцы мои слушаются голоса Моего. Я знаю их, и они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Обратите внимание на это партнерство между Отцом и Сыном. Отец открывает Иисуса Своим избранным, Он влечет их к Иешуа. Иисус сказал, что никто не приходит к Нему, если их не привлечет Отец. Иисус знал, что Отец дал Ему избранных людей, которых нужно было спасти. Здесь Иисус называет их Своими овцами. Иисус говорит, «Я знаю Моих овец». «А они знают Меня». Вы не верите, потому что вы не Мои овцы, но Мои овцы, которых дал Мне Отец, никогда не погибнут, потому что никто не может вырвать их из руки Отца. А затем Иисус говорит, «Я и Отец одно». Любопытно, что ранее Иисус сказал, что Отец больше всех, а сейчас Он говорит, «Я и Отец одно». Но мы продолжим читать, с 31 стиха. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал, «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали Ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус был не просто человеком, Иешуа был Богом, принявший человеческую природу. Когда Иешуа говорил о конце света, то ссылался на книгу Даниила. В книге Даниила описано видение Даниила. Даниил видел, что в последнее время появится кто-то вроде сына человеческого, пришедший из древних времен, и ему будет дано царство, и он будет править вечно. «Этот сын человеческий и есть Иешуа, отец в Иешуа, а Иешуа в отце». Самая известная молитва евреев называется «Шма». Звучит она так «Шма Израэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхат». Эхат часто переводится как «один». На русском это звучит так «Слушай, Израэль, Господь наш Бог, Господь один». Но когда во Второзаконии Господь говорил о том, что Он один, Он не имел в виду, что Он одномерный. На самом деле Он имел в виду, что Он один, единственный Бог, и с Ним никто не сравнится. Есть только один Бог, и это Он. Он есть жизнь, и Он может проявляться в разных измерениях и граних. Это духовная тайна. Дух Божий не всегда подается логическому объяснению. Бог может проявляться как Отец, как Сын, как Дух. Бог один, и Иешуа Бог, который облегся в человеческую природу. Иудеи сказали Ему в ответ, не за доброе дело хотим побить себя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Бог. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Иешуа говорит евреям, ваше Писание называет вас богами, с маленькой буквы, потому что они созданы по образу Божьему. Иешуа говорит, если Писание называет вас богами, то есть теми, кто создан по образу Божьему, то почему так злитесь, когда я, пришедший с небес, называю себя Сыном Божием? Кстати, в обращении Сын Божий тоже не было ничего особенного, потому что Писание так часто называли царей, но мы продолжим. Если я не творю дела отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Как видите, заявления Иешуа были неоспоримыми из-за силы, что была на нем. Куда бы Иешуа ни шел, это было похоже на разделение моря в духе. Где бы он ни был, там проявлялась сила Божия. Когда они пытались спорить с Ним со своей логикой, Иисус удивлял их своей сверх логикой. А еще он подкреплял свои слова силой, кульминацией которой стало воскрешение из мертвых Лазаря. Иешуа Хамашиа Мессия. Историк Иосиф Флавий задокументировал его жизнь и даже писал, что Иисус занимался колдовством. Конечно же, никакого колдовства не было, но это свидетельство того, что Иосиф Флавий слышал о множестве чудес, окружавших жизни Иисуса. Например, Иисус исцелил человека слепого от рождения. А фарисеи взбунтовались против этого. Они накинулись на того человека и на его родителей. Иисцеленный человек сказал, это безумие. От начала мира никто не мог открыть глаза человеку слепому от рождения. А этот Иешуа сделал это. И вы хотите выгнать нас из синагоги за то, что мы верим в Него? Иными словами, сила Иешуа была такой очевидной, что не понять, кто Он, была просто Мешугана. Но у тех, кто отвергал Его, был свой план. Они отвергали Его не потому, что Он не доказал, что Он Мессия. Его силы и слова доказали это. Дух, исходящий от Него, доказал это. Его воскресение из мертвых также неоспоримо доказало это. Но если вы не хотите верить во что-то, то можете иметь все доказательства в мире, и вы все равно не будете верить, потому что вы уже все решили для себя. Если вы еще не посвятили свою жизнь Иешуа, то сейчас самое время сделать это. Обещаю, вы никогда об этом не пожалеете. Это самое важное решение в вашей жизни, поэтому не медлите, примите Иешуа своим Мессией. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иешуа. Иешуа. Я ва рехе хея ва ва иешмар иеша Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать Церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнава еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Празднуя Хануку, на ум сразу же приходит значение этого праздника — посвящение. Важно, чтобы наше посвящение Небесному Отцу с каждым днем становилось все глубже. Один из способов, как мы это делаем — мы посвящаем Ему наше время, таланты и сокровищам. Мы всей своей жизнью служим Ему, поэтому даяние так важно. Даяние — это акт посвящения Себя Небесному Отцу. Думаю, именно поэтому Иешуа так много говорил в Писании о деньгах. Он понимал, что если люди поставят Его на первое место в жизни, то это отразится и на их финансах. Если Господь благословляет вас через наше служение, если вы чувствуете, что Дух Святой стучится в ваше сердце и просит вас еще больше посвятить себя Ему через особое пожертвование нашему служению, то будьте послушны. Послушание всегда благословляется. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Баруха Шем и Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы ушлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».